Друзья, я вот давно очень хотел рассказать Лему Гаусса. За мной просто остался реально должок. Там, когда была алгебра, да, у нас, когда до Горчинского, мы готовились к Горчинскому, я некуда же Лему доказывал о том, что эндоморфизм, который отправляет, конечно, мерное подпространство в себя, точнее, просто, конечно, порожденный модуль в себя, обязательно удовлетворяет некоторому целочисленному уравнению. И в теории алгебраических чисел, целых алгебраических чисел, это очень важное утверждение. И вот там осталась недоказанной Лема, да, основополагающая Лема, конечно же, принадлежащая Карлу Фридриху Гауссу, как многие основополагающие Лемы. В чем же она заключается? Ну, давайте я сейчас напишу некоторый многочлен, да, вот я написал многочлен. А0 плюс А1х плюс так далее плюс АНхвенной. Вот, и многочлен этот из z от x, то бишь это означает, что коэффициенты все его целые. Ну, не знаю, тип там 12 минус 11х в кубе, например, плюс 2х в седьмой, ну, что-то такое. Вот, вот такой вот целочисленный многочлен. Ставится вопрос, раскладывается ли он в произведение двух многочленов, да, то есть вот можно ли представить его, как некий b0 плюс b1х плюс так далее плюс bkx катой умножить на c0 плюс c1х плюс так далее плюс там clx вельт. Вот можно ли, раскрыв скобки все, ну, то есть вот эти скобки, раскрыв, собрав все подобные члены, обнаружить, что получилось тождественно вот это выражение, да, то есть при каждом x соответствующее. Ну, в частности, понятно, что если я пишу так, то я имею в виду, что АН не равно нулю, потому что зачем я иначе буду его писать. Ну, про предыдущие это уже не очевидно, они могут быть какие угодно, да, то есть многочлены, договоренность такая, что если я пишу n-ную самую старшую степень, то, конечно, коэффициент при ней не нулевой. Ну, и тогда ясно, что k плюс l равно n, потому что более высоких степеней неоткуда взять. Вот, а bk и cl тоже по условию какие-то не нулевые целые числа, соответственно, а n равно bk умножить на cl. Ну, а дальше все остальные коэффициенты тоже высчитываются по правилам работы с многочленами. Ну, и вот мне интересует вопрос, разложим он или нет? Ну, и вот предположим, что я, пусть мне кто-то, вот какой-то инопланетянин пришел ко мне, такой страшный, большой, вот, и говорит, верь мне, я знаю, я проверил все, я знаю. Этот многочлен не разложим над z от x, то есть не существует вот таких двух многочленов меньших степеней, которые в произведении дают вот этот. Вот, а я говорю, слушай, а мне надо над q попробовать тогда, мне вообще хотелось бы, чтобы он был не разложим над q, а не над z. И он говорит, о, да ты дурак, ты дурак. Я говорю, что такое, да? Он говорит, а ты сам докажи, если не дурак. Что если бы он был над q разложим, то и над z был бы разложим. А я тебе говорю, над z он неразложим. Вот, и вот я сел и доказываю, да? Я теперь должен доказать, что если нет двух целочисленных многочленов, да, которые дают произведение его, то нет. И, соответственно, двух с рациональными коэффициентами, которые в произведении тоже дают тот же самый многочлен. Ну вот, давайте попробуем это доказать. Хотя бы сейчас я хочу провести очень строго рассуждение в каком-нибудь одном самом простом случае. А потом я предложу обобщить на произвольный случай уже вас, дорогие мои подписчики. Итак, давайте рассматривать случай, который очень важен в теории целых алгебраических чисел. А именно случай, когда аен просто равно единице. То есть многочлен, на самом деле, имеет вот такой вид. И напомню, что число, комплексное число, в общем случае комплексное, может быть, конечно, по случайности оно оказалось вещественным, но комплексное число называется целым алгебраическим, если оно удовлетворяет одному из таких вот уравнений, да, то есть если оно является корнем вот такого многочлена, вот это вот нужно, я напишу, равно нулю, да, и число, если вот при подстановке дает ноль, тогда называется целым алгебраическим числом. Вот. И, значит, я хочу доказать, что если вот такой многочлен нельзя разложить над целыми, то нельзя разложить и над рациональными. А разложимость таких многочленов над целыми, на самом деле, там есть целый ряд признаков всяких, очень красивых признаков, там что-то делится на p квадрат, что-то не делится на p или там наоборот. Но, в общем, в книгах по алгебре указаны целый ряд признаков, как можно узнать неразложимость над целыми числами. А мы сейчас докажем, что из этого следует неразложимость над рациональными, вот в этом конкретном случае. Итак, предположим, что такие существуют два рациональных, да, многочлена с рациональными коэффициентами, которые дают произведение этот. Тогда понятно, что я могу начать их тоже с x-катой, ну, в смысле, с коэффициента равного единице, потому что если бы здесь стояла не единица, то у второго многочлена здесь стояла бы обратная к ней, они же в произведении дают единицу. Ну, берем теперь, просто делим, соответственно, здесь все на вот этот коэффициент поделим, а сюда, наоборот, домножим тогда, и там, и там будет все начинаться с единицы. То есть, иными словами, смотрите, без ограничения общности можно считать, что здесь и здесь тоже единицы. То есть, если есть какое-то разложение на многочлены с рациональными коэффициентами, то можно также найти разложение на многочлены, начинающиеся с x какой-то степени. Так, произнеся всю эту ахинею, спиранский или кто-то, ой, забыл, кто там был, в мастера Маргарита, да? Короче, это все было введение. Теперь я, собственно, хочу доказать, что в этом случае все эти числа целые. Понимаете, да, какой замах, да, какой, ну, что называется, да, роскошный замах. Ах, вот если есть такие два многочлена, произведение взял, получил вот этот. Если здесь все целые числа, то здесь все должны быть там и там целые. Вот, ну что же, давайте попробуем это доказать. От противного, да, доказываем? От противного, от отвратительного, от невыносимого доказываем. Вот, итак, пусть не все, не все, битые и цежитые принадлежат z. Тогда существует нетривиальный знаменатель. Ну, да, конечно, Пятачок, я и сам так думаю, да. Тогда существует нетривиальный, нетривиальный знаменатель. То есть где-то, а все эти, вот это все дроби, это рационально чисто, это дроби, да, b1 и так далее, то есть b0, b0, b1 и так далее, c0, c1, это дроби, они что-то делят на что-то. Но вот и где-то, мы, конечно, их все скратим вначале, эти дроби, да. Вот, вот существует нетривиальный знаменатель. А значит, существует простое, вот это важно, число, П, входящее в один из коэффициентов, вот сейчас начинается уже серьезно, b, и, 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 и. Только в знаменатель. В знаменатель. Так, вот это мы, так сказать, если бы такое разложение существовало на нецелые многочлены, то обязательно существовало бы число, входящее так в знаменатель. Отлично. Без ограничения общности это BI какое-то. И оно равно, скажем, ну и что у нас, какие буквы еще? R, да, R делить на P в степени S. Ну и на, я не знаю, R1 делить на P в степени S на R2. Где R1 и R2 уже как бы с P не имеют никакого отношения к P, да, не делится на P ни то, ни другое. И вот в знаменателе стоит P в какой-то степени. Тогда вот теперь я начинаю вытягивать, понимаете, я сейчас буду вытягивать за ниточку, да, из этого некоторые конструкции. Так, но для этого мне нужно, чтобы у меня тетрадь вот эта поехала вверх каким-то образом. Так, вот так что? О! Круто! Она сама уехала вверх. Вот, итак, итак, теперь я введу обозначение. Пусть D больше 0, максимальная степень P, входящая в знаменатели этого многочлена, который вот такой вот нехороший оказался, да, не целый. Хкатый плюс Bк минус 1хк минус 1 плюс так далее, плюс B1х плюс B0. Внимание, D действительно больше 0, потому что хотя бы один из B содержит его в знаменателе и в числителе не содержит. Значит, вот она максимальная, да? Вот. Ну и, соответственно, у нас некоторое количество B содержит P в степени D в знаменателе, ну, хотя бы одна, да, а остальные содержат P в степенях уже меньших, чем D. Строго меньших. И еще важно, что первый коэффициент это не тот, в котором P в степени D стоит в знаменателе, потому что первый коэффициент это единица. Поэтому картина выглядит так. Хкатый плюс еще некоторое количество, может быть нулевое, чего-то, плюс, значит, B, так, G, чего еще какие-то символы есть? Так, A, B, C, блин, как мало у нас эти символы? Пусть будет альфа. Вот. B альфа, Х в степени альфа плюс так далее, плюс B0. Вот. И теперь смотрите, вот какой мой выбор. Вот выбор мой таков, что все до сих пор содержит P в меньше, чем D в степенях в знаменателе. Числитель, пожалуйста, хоть бесконечный. Как хотите. Ну, в смысле, бесконечно не бывает. Значит, числитель, что угодно. То есть предыдущие дроби нигде не содержат P в степени D в знаменателе, а только в меньших степенях. Или вообще не содержат в знаменателе, а только в числителях. Вот это обязательно равно R1 делить на R2 на P в степени D. И D это максимальная степень. То есть все остальные здесь меньше или равно D. То есть смотрите, как получилось. Здесь вот этот первый отрезок, он строго меньше D. Здесь ровно D в знаменателе, а дальше меньше или равно D в знаменателе. А, Мишенька уже понял. Отлично. Ну вот, теперь что дальше происходит. Смотрите, здесь X вельтой плюс… Тут на самом деле что? Тут X вельтой плюс C L минус 1 и X в L минус 1 плюс тра-ля-ля, плюс тра-ля-ля, C1X плюс C0. Но, опять же, смотрите, что как интересно. Что здесь можно сказать? Что X, вот этот первый, входит… Тут единичка, да? Тут P тоже нет в знаменателе. Поэтому, если я посмотрю максимальную степень P, входящую в знаменателе вот этих, то она уж никак не меньше, чем 0. Ну вот, если бы они все были на P делились, я бы сказал, что это отрицательное сходит в знаменателе, потому что на самом деле положительное входит в числитель. Но нет, значит, максимальная степень P, входящая в знаменателе, здесь как минимум нулевая. Может быть, у кого-то еще есть в знаменателе какая-то шняга, да? Здесь уже я не знаю. Может быть, например, сразу же с XL. Вот у нас, если бы он весь целочисленный, например, был, да? То, ну вот, XL нам бы годился как первый коэффициент с максимальной степенью P в знаменателе, потому что все знаменатели единицы, ну и сейчас те тут тоже. Но если все-таки у этих C тоже есть P в знаменателе, то нам нужно проделать то же самое. Нам нужно найти самый первый из всех коэффициентов, который содержит P в максимальной степени в знаменателе уже среди вот этих всех степеней, и написать, что это там какой-то там R3 делить на R4 на P в степени, ну, D, что-то там еще, E неправильно брать, Z в степени Z. Вот, то есть это Z больше равно нуля. Вот так. А до этого все в степенях уже меньших, чем Z. Вот. Ну и опять же замечу еще раз, что, возможно, это самый первый. А теперь, внимание, ключевой момент. Гениальный Гаусс придумал его. Рассмотрим коэффициент. При ком бы вы думали? Ну вот здесь, допустим, это было C, вот это, значит, это равно Cg, да, то есть житый. А это B альфа. При X в степени альфа плюс G. Вот, что это за коэффициент? Он равен, ну вот как можно получить X альфа плюс G этой степени, да? Ну, во-первых, он равен B альфа умножить на Cg, правильно? Дальше он равен B альфа минус 1 умножить на, ну, в смысле, плюс B альфа минус 1 на Cg плюс 1, да? Ну, нужно, чтобы вот, если я взял эти два, потом дальше я отступил сюда, здесь сюда. То есть, наоборот, я сюда отступил, здесь сюда. Плюс так далее. Плюс B0 на C в степени G плюс альфа. Это, однако, уже может быть 0, если мы, как бы, дальше, если мы выбросились за предел диапазона коэффициентов вот этого второго многочленка, здесь просто нули дальше идут, и все. И это нам не помешает. А здесь пошло, соответственно, в другую сторону. B альфа плюс 1 на Cg минус 1 плюс B альфа плюс 2, C, G минус 2 и так далее до, соответственно, B альфа плюс G на, значит, на C 0. И тут опять, если бы вылезли за предел сюда, то мы пишем просто нули. Вот, а теперь внимание. У вот этого вот числа в знаменателе сидит собака. P в степени D плюс Z. R1, R3 не делится на P, R2, R4 тоже не делится. То есть вот это рациональное число с огромным P-шным знаменателем. P в степени D плюс Z. А теперь следим дальше. Здесь у него вот все вот эти вот B-шки, у них знаменатели уже строго меньше, чем D сидит. Строго, заметьте, строго, а не не строго. А эти меньше или равны Z. Ну, а значит, что в знаменателях у всех вот этих дробей сидит строго меньше, чем D плюс Z. P в степени строго меньше, чем D плюс Z. P в степени строго меньше, чем D плюс Z. Это здесь. Но здесь то же самое абсолютно, потому что по условию, да, мы все остальные меньше или равны, вот здесь D, а здесь меньше Z все, потому что они передадут, непосредственно перед. Но, как бы, вот, что, так сказать, что тут сказать? Сейчас, или я наоборот, да, перепутал? Сейчас у нас условия наоборот, что, сейчас, C-шки, которые к нулю идут. Нет, сейчас, сейчас, секунда. Нет, вот эти, я неправильно сказал, вот эти меньше, чем Z, а эти меньше или равны D, вот. Вот, потому что я направо пошел по B и налево по C, вот. А здесь я, наоборот, пошел налево по C и направо по B, и, соответственно, вот эти строго меньше, чем D, в частности, вот этот первый, БК-шка. А здесь меньше или равно Z. И там, и там получается, что все знаменатели всех вот этих вот чисел содержат P в степени меньше, чем D плюс Z. А теперь смотрите, что происходит, что за, как бы, ситуация у нас возникла. У нас некоторое число, рациональное, я сейчас снова бах, у нас некоторое рациональное число устроено так. A делить на B, P в степени D плюс Z, плюс сумма вида A, там, A, X, Y еще не было, Y, значит, сумма по Y, A, Y делить на B, Y, ой, A, у меня было, A, Y, делить на B, Y, на P в степенях, ну, меньших, чем D плюс Z, в степенях, там, каких-то меньших, чем D плюс Z. Ну, вот это число, оно не может быть целым, в принципе, потому что, смотрите, что у него, что это такое. Я в знаменателе, у меня сидит, ну, там, какая-то шняга из коэффициентов, которые не делятся на P, и P в степени D плюс Z, так? Вот, и вот здесь в числителе идет A умножить на какую-то большую-большую сумму, где P все время идет в степени меньше, чем D плюс Z, А дальше, соответственно, здесь вот идет B на, значит, на P в степени D плюс Z плюс... Получается в результате, что в знаменателе какое-то целое число умножить на P в степени D плюс Z, А в числителе заведомо делимость идет на меньшую степень P, потому что вот степень P D плюс Z прибавляется к ней, что все много-много выражений, степень меньше, чем P плюс Z. Вот, ну, и, соответственно, мы ничего здесь уже не сократим, да, мы не можем уже сократить никак. Так, вот, вот так, правильно или нет? Правильно или нет? Что-то я подумал, почему здесь ноль не возникнет в знаменателе. По какой-то причине здесь не должен возникнуть ноль, да? А, так сейчас, тут же вообще, я прошу прощения, сейчас, конечно, я сказал это, так, 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 не, 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 сейчас, так, тут не должен возникнуть ноль. Еще вот очень важно, да, чтобы здесь не возникнуть ноль. Я неправильно сказал, здесь вообще они все не содержат P в принципе, да, они все не содержат P. Они не содержат P, ну, конечно, я неправильно доказал, но правильно сказал. Действительно, это не может быть ни ноль, ни какое-то число сокрасимое, потому что, на самом деле, мы приводим к знаменателю P в степени D плюс Z умножить на какое-то целое, и здесь в числителе идет, вот здесь целое, которое не делится на P, вот это вот, вот здесь, у этого, целое, не делящееся на P, вот оно, А. А вот дальше везде приходится домножать числитель на P, потому что нужно степень меньшую D плюс Z довести до степени D плюс Z. Поэтому плюс P умножить на целое. Вот, вот общий вид вот этой вот суммы и, соответственно, того самого коэффициента, и он имеет вид, что-то не делящееся на P плюс кратное P делить на вот это вот все. И вот здесь уже точно не ноль, потому что иначе бы это тоже делилось на P, как и это. Вот, значит, не нулевое число, не делящееся на P, и у меня в числителе нулевая степень P, а в знаменателе заведомо положительное, поэтому это не принадлежит Z, и мы получили противоречие, противоречие, ибо этот коэффициент равен там A, D плюс Z, да, он при X степени D плюс Z стоит в первом многочлене, и вот это A наше D плюс Z по условию целое. Вот такая зубодробительная, блин, лема получилась. Вот, и, значит, я мне действительно, я как-то, я был уверен, что опять мне чуть-чуть запутались, потому что я всегда в ней путаюсь. Но вот Гаусс гений, что тут, нам как бы всем в другую комнату выйти, а Гаусс гений. Но вроде все теперь правильно, проработайте это доказательство. Хорошо, что оно получилось нудным, долгим. Это очень важно для тех, кто хочет дальше алгебру понимать. А у нас очень много алгебры будет, у нас вот уже записи произведены с великими учеными. И они все когда-нибудь попадут на канал, и в качестве упражнения хочу вам дать несколько другую форму лемы Гаусса, которая звучит так, что пусть... Ну, и из этой другой формы тоже можно формально вывести то, что я сейчас сделал, но там как бы с интуицией будет проблема, она не будет очень хорошо работать. Итак, пусть FG принадлежат Z от X. Тогда наибольший общий делитель всех коэффициентов многочлена FG от X равен наибольшему общему делителю всех коэффициентов F от X. Что бы вы думали? Умножить на наибольший общий делитель всех коэффициентов G от X. Вот такая формула Гаусса, что можно сразу понять... В частности, из нее следует, что если два многочлена имеют коэффициенты в совокупности взаимно простые, то их произведения тоже имеют коэффициенты взаимно простые. В принципе, из этого можно предыдущее было вывести, но так как бы... Ну, не знаю, меня не устраивает этот вывод, потому что интуитивно я его не чувствую. А вот здесь прямо вот в лоб и вообще во все, кто во что угораст. Вот, все получилось. Но, тем не менее, попробуйте это доказать. Ну, понятно, с чего надо начать. Поделить на F и G на соответствующий нот. И после этого надо будет просто достаточно доказать, что F умножить на G будет наибольшей общей делительностью всех коэффициентов равен на единице. Логика там ровно та же. Отлавливайте вот моменты, когда вот... Если это неверно, отлавливайте первый момент, когда не делится коэффициент здесь, первый момент, когда не делится здесь, попробуйте умножить. И получите, что там будет тоже не делиться. Маткульт привет всем! Маткульт привет!